Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с пауэрбанком, а именно с самодельными самозаменяемыми аккумуляторами, которые часть из них представлена у вас справа, стандартные литий-ионные аккумуляторы различной емкости, и для этих аккумуляторов пришел чехол, а именно корпус, для того, чтобы помещать эти аккумуляторы, и тем самым была взаимозаменяемость и питание некоторых устройств. Первое устройство представлено слева, камера Nikon, для того, чтобы не использовать стандартные аккумуляторы, предназначенные для данной камеры, а использовать, например, пустышку, либо питаться от USB-C, а конкретно Type-C, чтобы поддерживать камеру достаточно продолжительное время в работоспособном состоянии. Пришло это все достаточно быстро, где-то 2-3 недели заняло, и доставка была почтой России, что отражается на состоянии упаковки. И давайте вскрывать, смотреть, что из себя представляет данное устройство. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клип. Letyshops. Для каких аккумуляторов предназначен, ну и так далее. Мод поставляется в таком виде, как мы видим. Могут использоваться различные аккумуляторы. Это стандарт 18650, 18700, 20700 и 21700. Различные литий-ионные аккумуляторы. Основные токи потребления, то есть здесь есть Quick Charge и Power Delivery 3.0. Могут питаться как 5 Вольт 2 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера и 12 Вольт 1,5 Ампера. Заряжается от 4,2 Вольт 2 Ампера, если 2 Ампера, и также 1 Ампера может заряжаться. Размеры вес всего 140 грамм, но это без аккумуляторов. Что здесь у нас и здесь продемонстрировано, что из себя представляют устройства. Да, кстати, бывает разных торговых марок. Китайцы, как всегда, не блещут разнообразием и поставляют с разными торговыми марками. Ну, здесь вот YONI написано, есть LITOCALA, аккумуляторы, которые были на моем канале, и сейчас они продемонстрированы справа. Ну, и других марок, по сути, то же самое. Ну, и давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Внутри у нас находятся кабели стандартные. Это USB-A и USB-C. Длиной около 40 см. Ну, и в данном случае представлены два типа. Это USB-A и USB-C. Как мы это все видим и наблюдаем. Точно так же есть кабель. Такой же длины 40 см. Это USB-C и USB-C. Дальше есть наклейка о том, что это Powerbank на 9600 мАч. Но это с аккумуляторами 21700, у которых емкость составляет 4800 мАч одного аккумулятора. Таким образом. Здесь представлены кольца. Это ввиду того, что здесь аккумуляторы имеют разную толщину. То, если вы используете 18650, то для того, чтобы они у вас не гремели, внутри этой коробки представлены эти кольца, которые надеваются на данные аккумуляторы. Ну, и представлен стандартный чехольчик, в который можно все это благополучно поместить и переносить. Таким образом. Что из себя представляет упаковка? Ну, здесь основные характеристики написаны. Точно то же самое, что у вас было продемонстрировано упаковке. Дальше здесь есть включение, либо индикация. Здесь есть непосредственно сам дисплей, на котором отображается различная информация, вот как там продемонстрировано на упаковке. И есть два у нас разъема. А именно USB-A подключает. Ну, это выход. И USB-C. Здесь выход, он имеет ревессированную возможность. А именно, через него подпитываются аккумуляторы. И через него же могут передаваться энергии для подпитки другого устройства. То есть здесь как in, так и out. Здесь только out. Это USB-A. И внутри у нас здесь на магнитах устанавливаются аккумуляторы. Таким образом. Здесь подпружиненные контакты для того, чтобы установить различные аккумуляторы. Ну, и соответствующим образом питаться. Причем здесь можно установить не только два, но и один аккумулятор. Он также будет питать и заряжаться данное устройство и другие устройства, которые будут подключаться к данному корпусу. Так, ну и давайте сейчас установим аккумуляторы, посмотрим и проверим, как он осуществляет питание, например, камеры. Так, приступаем. Давайте установим аккумуляторы. И вот, как видим, у нас есть дисплейчик. Сейчас 99% заряда данных аккумуляторов. 3,7 вольта. 5,1 вольт демонстрирует. И так далее. Это при помощи аккумуляторов 21,700. И давайте рассмотрим обычные аккумуляторы 18650, которые без защиты и без носика. Могут тоже использоваться и с носиком. Сюда надеваем кольца. Соблюдаем полярность, устанавливаем. И опять наблюдаем на дисплее 99% заряда. Но ввиду того, что здесь у нас аккумуляторы 18650, максимальная емкость там 3400 мАч. Ну, максимум 3500 мАч. 3500 мАч. Поэтому емкость данного пауэрбанка будет с аккумуляторами 18650, в данном случае 6800 мАч. С аккумуляторами 21,700. С аккумуляторами 21,700. Здесь 4800, как я говорил. Ну и в паре получается 9600, как на той наклейке, которую вы видели. Так, ну и давайте посмотрим, как питается камера от данного типа аккумуляторов. А именно, внутри находящегося кейса пауэрбанка. Давайте рассмотрим два варианта. Сначала подключим через USB-A. Откроем. И давайте второй проверим вариант. Так, через USB-C у нас питается, а через USB-A не получилось. И в данном случае... И в данном случае, то есть, мы увидели розетку, USB-C кабель через USB-C порт благополучно питает, а вот кабель через USB-A на USB-C порт это не делает. Давайте отключим. И поменяем аккумулятор. Давайте произведем те же самые манипуляции. Сначала попробуем запитать камеру через разъем USB-A. И как видим, как и в первом варианте, у нас не получилось запитать камеру, потому что не появилась розетка рядом со значком аккумулятора. И пробуем второй вариант с USB-C. Опять подключаем. Видим, опять горит у нас огонек о том, что начинается питание идти. И также видим, что теперь рядом с значком аккумулятора появилась вилка о том, что идет снабжение данной камеры внешнее. И давайте еще один вариант попробуем, а конкретно с питанием пустышки, которое у нас продемонстрировано по центру. И данная пустышка была на моем канале представлена. Все желающие могут посмотреть ее функциональность с другими комплектными аккумуляторами. Так, давайте подключим камеру при помощи пустышки. Для этого сначала уберем аккумулятор. Установим пустышку. Ну, здесь однозначно подключаем к USB-C. Итак, мы видим результат. Так, открываем и видим, что у нас камера питается от этого пауэробанка без проблем. При использовании стандартных аккумуляторов 21700. Вот таким образом. То есть у нас идет питание. И давайте еще один вариант проверим. А именно, применяем другие аккумуляторы. Получится это сделать или нет. Ну, у нас вот загорелся сигнал. Мы включаем. И опять все у нас функционирует и работает. С данным пауэробанком с различными аккумуляторами 18650 и 21700. Для того, чтобы благополучно питать вашу камеру при достаточно длинных видеосъемках. То есть либо 6800 мАч, если у вас стандартные аккумуляторы 18650. Ну, либо 9600 мАч, если у вас аккумуляторы 21700. Вот таким образом. И давайте посмотрим, как будет заряжаться данный аккумулятор. Ввиду того, что зарядного устройства здесь нету, то придется воспользоваться зарядным устройством от компании O-Green. Тоже быстрая зарядка. Данное зарядное устройство было на моем канале. Все желающие могут посмотреть. Идет зарядка устройства. Ну и вот, как видим, все функционирует. Поэтому рекомендую приобрести зарядное устройство, у кого еще нет компании O-Green. Которое поможет вам во множестве случаев для питания тех или иных устройств. А также зарядки различных устройств, в том числе и данного бокса. Который предназначен для аккумуляторов, чтобы служить пауэробанком. Также для питания различных устройств. При помощи аккумуляторов стандартных 21700, 2700, 18700 и 18650. Ну и давайте проверим при помощи стандартного зарядного устройства. Данные аккумуляторы. Эти, которые у меня были на моем канале. Ну а данные аккумуляторы, это новые. Что они из себя представляют. Сейчас показано, что у нас идет тоже пауэробанк. Подключаем к устройству. Мы видим, насколько заряжены аккумуляторы. Имеется ввиду вольтаж, но и сопротивление их. Первый по 36, второй, третий 47, ну а четвертый 42. Приходят эти аккумуляторы 21700 на 50 и более процентов разряжены. И набирают свою емкость половину. Где-то на 2800 на 2700 мАч. И видели в пауэробанке Yoni сколько процентов у них емкости существует. На момент еще месячного хранения. Достаточно отличные аккумуляторы. Как 21700, так и 18650 работают. И питают различные устройства. Итак, я вам продемонстрировал пауэробанк аккумулятор. Это Yoni, который позволяет установить внутрь аккумуляторы типовые различного исполнения. Это 18650, 20700, 18700 и 21700. Для того, чтобы подпитывать ваше устройство. И менять аккумуляторы, если они не градировали, либо вышли из строя. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok